Все орут, бегают по интернету. Очередной хайп. Делают картинки, сочиняют посты. Искусственный интеллект, который опять воскресили из неподия последний месяц, не дает всем спать. Яндекс конференцию собрал и так далее. Мое видение применительно к нашей сфере выскажу сегодня. Варианты развития ситуации, что делать, в частности, инженером в нынешнем резко меняющемся мире, чат GPT, юберизация и так далее. Да-да, все это имеет отношение и к инженерам в том числе, сегодня обсуждаем это. Ну что, друзья, нас все чаще осчисливливают выходом все новых версий всяких разных искусственных интеллектов, которые самообучаются, на основе самообучения создают себя самих лучшие версии, максимально близко приближая то самое мифическое восстание машин, воспетая в известном фильме «Терминатор». Вот вышел чат GPT-4. Давайте посмотрим, кто еще не знает, что он умеет теперь делать. GPT-4 имеет множество улучшений, включая возможность распознавать изображения. GPT-4 заявлено, что сможет распознавать и описывать даже сюжет на фотографиях. Он также сможет понимать юмор, как показано в официальном релизе, где чат GPT пошагово описывает забавную фотографию и объясняет, почему она вызывает смех. Также программа имеет значительно большую долгосрочную память, что позволяет чат-боту лучше запоминать предыдущий разговор с пользователем и использовать эти данные в качестве контекста в дальнейшем общении. Кроме того, чат GPT теперь понимает аж 26 естественных языков, включая основные английский, китайский, испанский, русский и так далее. И, наконец, у пользователей появилась возможность попросить чат-бота изменить характер общения и отвечать в определенном тоне, например, как герой кино или ведущий новостей. Подробнее читаем по ссылочке, там все описано. Unreal Engine, о котором мы говорили во многих наших видео и с помощью которого мы делаем наш контект, все улучшается. Скоро невозможно будет отличить модель от реальности. Осталось совсем чуть-чуть. Но, собственно, вы даже в наших роликах, которые мы делаем, видите, что картинка уже почти-почти реальна. И третьим элементом всей этой автоматизации в нашей сфере применительно к строительству является 3D принтер, который тоже в последнее время все чаще виден в интернетах и уже на реальных стройках. Все эти инструменты вместе могут сделать очень много, сами понимаете. Это уже реальность. Один из сценариев ближайшего будущего, что такие, да, многие профессии могут кануть в лету, в частности в строительной сфере. И это касается инженеров. Это главный для нас вопрос. Мое мнение по этой теме такое. Возможно, но не скоро инженеры также перейдут в разряд, обслуживающий машинный разум персонала в самых примитивных функциях. Дипооператор станка ЧПУ загрузил инфу в комп, контролировал там корректность до работы, получил результат. Подправил какие-то мелочи в результате и в производстве, то бишь в строительство и не рабочим и прорабу, а 3D принтеру, который обслуживает не 20 человек, а 2. Налицо уменьшение количества нужных людей в отрасли. Да? Страшно? Давайте вернемся в настоящую и реальность. Что мы имеем на данный момент? В проектировании до сих пор не реализована даже сквозная модель. Когда ты собираешь модель здания где-нибудь в ревит, и она автоматом считается без права к расчетной программе. А потом в том же ревите автоматически армируется. До этого сейчас, как до Луны. Искусственный интеллект решит это. В ближайшее время, на мой взгляд, вероятность почти нулевая. Очень консервативный рынок строительства. Очень много вводных норм и прочего. Все это меняется и живет. Собрать это в кучу и сделать большую красную кнопку запроектировать здание? Не верю. То есть, на мой исключительно субъективный взгляд, пока полная автоматизация невозможна. Даже с ИИ. Да, какая там автоматизация. Я вот попробовал текст генерировать на тему проектную. Думаю, сейчас текст буду генерировать для наших каналов в лед. Буду не два часа на статью тратить, а пять минут. По конструкциям решил статью сделать. Но это было очень-очень печально видеть, друзья. Текст не годился совершенно. Даже редактировать его смысла не было вообще. Проще было написать заново. Возможно, я ошибаюсь насчет возможностей ИИ на данный момент. Поэтому пишите обязательно, что вы думаете на эту тему в комментариях. Ваше мнение очень важно, так как тема реально очень суровая. Может поменять все устройства нашей отрасли в ближайшие годы и очень быстро. А может и не поменять. Поэтому у кого какие есть мысли или какая-то конкретная информация, делимся. Ну, давайте допустим, что ИИ таки решил задачу полной автоматизации сферы проектирования. И пуляет чертежи прямо на принтер, который из бетона шурует здание за зданием. Куда пойдут проектировщики? Сменят сферу деятельности. Надо к этому готовиться. У нас сейчас такой мир. Нельзя быть каким-нибудь столяром в течение нескольких поколений. Приходится менять направление своей деятельности. Например, станут программистами для принтеров, обслуживающих эти принтеры. Корректорами алгоритмов ИИ под проектирование и прочие смежные вопросы. Ну, вот как автомобиль появился, вы же понимаете, что конюхи и установщики подков пошли в механики и водители. Никто не умер. Но вот здесь будет то же самое. Поэтому, друзья, нужно держать нос по витру, постоянно обучаться, чтобы вы легко могли сменить направление деятельности, если придется это делать. Мы, кстати, в этом можем помочь. Вот по QR-коду подписка на наш телеграм-канал. Подписываемся, получаем полезную инфу. Ну и всем позитиво. Развитие технологии идет. Не надо воспринимать все негативно. А нужно использовать все это на пользу себе, а не во вред. Желаю развития в области проектирования, строительства и интересных, красивых объектов. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok